Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у строительной компании «Мой дом». Поговорим о ключевой ставке ситуации на рынке недвижимости, а также альтернативных способах покупки жилья с экспертом компании Анной Колесовой, главным специалистом по работе с партнерами. Добрый день, Анна! Добрый день! Давайте начнем с вами с ситуации на рынке недвижимости. Вот сейчас очень много информации о том, что ужесточаются программы, повышается ключевая ставка по ипотеке, и хочется понять, как отражается это на людях, желающих приобрести квартиру или дом. Да, сегодня мы работаем в достаточно сложных условиях. Действительно, как вы и сказали, ключевая ставка постоянно увеличивается. В последнее время ставки по ипотекам растут, банки ужесточают свои требования к заемщикам, просят дополнительное подтверждение доходов, справки, снижение долговой нагрузки и прочие инструменты. Как люди в целом воспринимают эти ужесточения? Много ли случаев, когда банки отказывают людям или, в принципе, в большинстве ситуаций вопрос удается решить положительно? Случаи, конечно, индивидуальные рассматриваются, и в каждом случае отдельно, то есть наши ипотечные специалисты прорабатывают. Бывают, конечно, и отказы, но мы делаем все возможное, чтобы помочь клиенту оформиться, одобриться и получить ипотеку. А как изменения отражаются на работе вашей компании? Мы, как застройщик, конечно, испытываем определенные трудности в настоящий момент. В нашем штате трудятся два ипотечных специалиста, которые непосредственно с банками находятся в постоянном контакте. У них вся актуальная информация обновляется в режиме онлайн постоянно. И мы делаем все для того, чтобы помочь клиенту получить кредит. И также наши объекты аккредитованы во многих банках известных. Вернемся к вопросу ипотеки. Сейчас для многих это все равно какая-то такая тема с какими-то нюансами, сложностями. Есть ли какая-то альтернатива ипотеке? Альтернатива, безусловно, есть. Мы в компании предлагаем альтернативу ипотеке. Это рассрочка. Рассрочку мы предоставляем по нашим объектам, по разным схемам. В настоящий момент мы активно продаем два объекта. Это вышка и меланж, комплексы жилые. По вышке у нас рассрочка предусмотрена 20-60-20. То есть 20 первоначальный взнос клиент вносит. 60 мы распределяем по графику. В настоящий момент на 18 месяцев. И 20% оставшиеся нужно будет внести перед сдачей дома в эксплуатацию. Вышка у нас сдается лета 26 года. По меланжу рассрочка на текущий момент другая. Это 50% первоначального взноса клиент должен оплатить при заключении договора ДДУ. Далее 50% по удобному графику, но на год. Рассрочка как инструмент. Насколько вообще в принципе востребована? У нас это очень востребованная программа. Клиенты пользуются ей. Буквально в прошлом месяце мы провели сделку. Клиент приобрел целый этаж на нашем объекте на вышке. Вышка при помощи рассрочки. То есть этот инструмент, конечно, привлекает людей тем, что это без процентов. И напрямую от застройщика. То есть клиент не переплачивает дополнительных сумм никаких. То есть та стоимость фиксируется в договоре долевого участия. Распределяется по графику. И клиент оплачивает, уже точно знает, в какие сроки, какие суммы ему нужно внести на счеты скроу. Анна, как вы полагаете, рассрочка в принципе может обойти ипотеку? Насколько я понимаю, вот при таком способе покупки жилья можно обойти же кредитные организации? Да, безусловно, можно обойти, конечно, кредитные организации. Но, к сожалению, на текущий момент не все могут позволить себе воспользоваться рассрочкой. То есть ипотека это все-таки более длительные деньги, несмотря на то, что они процентные всегда. То есть за них нужно будет платить банку проценты. Но, к сожалению, не всем по карману в настоящий момент рассрочка. И есть покупатели, которые пользуются кредитными средствами. То есть такое тоже. Сейчас банки у нас еще предоставляют по семейной ипотеке лимиты. В некоторых банках, к сожалению, закончились, ожидают перераспределения. И поэтому можно подобрать для клиента определенный удобный график платежей. Банк, если нужно, при необходимости. То есть это все индивидуально мы рассматриваем. И тем не менее интерес к рассрочке, получается, растет, да? Да, интерес к рассрочке растет. Если попробовать соотнести покупателей по рассрочке, по ипотеке в процентном соотношении, вот как выглядит, на ваш взгляд, сегодня рынок? В целом по рынку, конечно, достаточно сложно мне судить. Могу сказать про нашу компанию. То есть буквально, если основываться на вышке, процентов около 30 у нас идет с ипотеками. И остальные где-то там процентов, наверное, 50 идет в рассрочку. То есть достаточно большие объекты у нас чаще всего идут в рассрочку. То есть это уже даже не ипотечные сделки, а непосредственно от нас предоставляем рассрочку. Есть ли какие-то юридические тонкости при покупке жилья в рассрочку, о которых стоит знать покупателю? Юридических тонкостей и особенностей здесь никаких нет. Это точно так же оформляется договор долевого участия. Он регистрируется в Росреестре. Сделку мы проводим электронно. Клиент может ознакомиться с ДДУ перед подписанием, перед сделкой. Может, то есть точно так же, когда он уже подписывает документ, он ознакомливается с тем, какой документ он подписывает. И каких-то подводных камней здесь нет. То есть здесь все чисто, прозрачно, точно так же, как и, например, с ипотекой, либо с полной оплатой. Я знаю, что вы используете еще в работе так называемую систему обмена. Вот что это такое и как это работает? Система обмена более привычная для всех под названием программа Trade-in. Тоже мы изобрели ее, внедрили в рынок Алтайского края, так сказать, правильно будет. Мы рассматриваем любой жилой объект, квартиру на территории Барнаула. То есть, как правило, клиенты – это те, кто уже достаточно длительный срок продавал свою квартиру. Но, к сожалению, все мы знаем, что сейчас на вторичном рынке достаточно большие ставки ипотечные. И большая часть дела, которые проходят, они проходят за наличные средства. Но, естественно, квартиры стоимости достаточно большие. Не все располагают средствами, чтобы купить за наличку. Рассрочку, к сожалению, физическое лицо не может предоставить. И, соответственно, мы приняли решение для того, чтобы упростить клиенту схему в получении новой недвижимости. Мы предложили такой инструмент. Клиент предоставляет нам объект, мы его оцениваем, применяем дисконт порядка 10%. То есть оценка происходит по рынку на основе рыночных аналогов с методом сравнительного анализа. И если клиент устраивает стоимость, по которой мы готовы выкупить его объект, мы в один день подписываем два договора. Договор купли-продажи на его недвижимость и договор ДДУ на наш новый объект, который будет уже в собственности у клиента. Если наш объект будет дороже, чем тот, который мы приобретаем у клиента, соответственно, мы можем предложить рассрочку. То есть можно объединить два инструмента. Анна, я немного уточню. По системе обмена я верно понимаю, что два процесса покупки и продажи старого жилья идут параллельно? Для клиента – да. То есть мы выкупаем его квартиру на наше юридическое лицо и предоставляем в течение месяца, чтобы клиент освободил нам недвижимость. То есть для клиента это два параллельных процесса. Очевидно, что вот такой способ покупки жилья, он подойдет, на мой взгляд, для людей, которые расширяются, то есть они увеличивают квадратные метры. А вот может быть еще есть категории покупателей, для кого подойдет такая схема? На самом деле схема достаточно хорошо работает для тех, кто расширяется, и для тех, кто приобретает для детей недвижимость, продавая при этом какую-то вторую бабушкину квартиру, есть дополнительную недвижимость, которую хотят отменять, но при этом не хотят много тратить времени для того, чтобы выставлять на продажу. Это тоже все достаточно длительные процессы, требующие определенных и финансовых уложений в том числе. Как много людей уже воспользовалось вот таким инструментом покупки жилья? Мы такую схему внедрили с лета текущего года, она достаточно новая для нашей компании. В настоящий момент порядка 10 клиентов уже воспользовались этой услугой. Как думаете дальше? Будет больше людей обращаться? Достаточно сложно ответить на текущий момент на этот вопрос, потому что рынок у нас весьма нестабилен, развивается в различных направлениях. Если будет клиенту удобно, конечно, продавать, и он будет понимать, что он может продать в рынок, и проще ему будет к нам затем прийти с наличными денежными средствами для того, чтобы купить новый объект, конечно, клиенты чаще всего выбирают самостоятельно. Но, опять же, если вторичный рынок будет достаточно сложен в продаже, то будут, я думаю, объем клиентов только увеличиваться для того, чтобы все-таки расшириться или поменять старое на новое. Как вы понимаете, какие из способов покупки жилья сработают в данный момент, а какие, быть может, в ближайшее время выстрелят? Весьма интересный такой вопрос. Мы в том числе опираемся на рынок, например, новосибирцев, который рядом с нами находится, на центральной части, который тоже очень активен. И очень часто нам задают вопросы клиенты. Буквально недавно клиент к нам обратился с вопросом, есть ли у нас дополнительные скидки для детей. То есть у семья, четыре ребенка, есть ли какие-то дополнительные возможности уменьшить стоимость квартиры. Мы обратились к руководству и достаточно оперативно решили внедрить новую акцию. И сегодня я могу уже сказать, что мы предоставляем дополнительную скидку по 50 тысяч рублей на ребенка от общей стоимости. То есть чем больше детей в семье, тем больше, соответственно, будет скидка от стоимости квартиры. И в завершении интервью такой вопрос. Что бы вы посоветовали людям, которые, возможно, в данный момент думают, мечтают о том, чтобы приобрести дом или квартиру, но не решаются в силу каких-то экономических особенностей, в силу разговоров об очередном повышении ключевой ставки центробанком? Вот что вы можете им сказать? Как им действовать? Конечно же, не нужно сидеть сложа руки. Нужно выбрать объект. То есть если вы определились, в каком районе вы хотите выбрать недвижимость, если вы знаете, что это квартира, то непосредственно рекомендую все-таки съездить, если есть такая возможность на стройку, посетить экскурсию, поговорить с менеджерами по продаже, поговорить по объекту. Вполне возможно, это вас убедит. Вы все-таки примете окончательное решение, какие-то закройте вопросы, которые вам мешали определиться с выбором, или вообще пойти на сделку. Поэтому, конечно, рекомендуем приехать, поговорить, посмотреть объект, обсудить все детали, все тонкости и уже начать действовать, не сидеть. Все обсуждаемо, все решаемо. Анна, спасибо большое за обстоятельные ответы. Благодарю вас. До свидания.